Девушки отдыхают Кто и зачем убил молодого парня? Ведь на новой должности он проработал всего несколько дней. Загадка жуткой смерти детского врача. Вот тема нашей сегодняшней программы, друзья. Сегодня мы попытаемся разгадать тайну гибели молодого медика. Это настоящий детектив. И главное мы расскажем, что скрывает его семья и как к этой трагедии причастны сами врачи. Вот об этом говорит Украина. Об этом сегодня не можем молчать и мы. Здравствуйте. Я Алексей Суханов. В нашей студии отец погибшего парня. Он пришел, чтобы узнать, кто же на самом деле так жестоко поиздевался над его сыном. Поддержите, пожалуйста, Зиновия. И так, это была ведь первая после института работа вашего сына. Так. Сколько дней он успел поработать? То був третий рабочий день его. Внимание на экран, друзья. Иван еще с детства мріяв стати лекарем. Батько пишался этим. Особливо его тішило, когда сын стал педеатром. Не минуло и неделю, когда Иван поехал, как Зиновию зателефонировали из лекарни, он поднял трубку и почув. Ваш сын помер. Я сначала не поверил, думаю, что это такое. Батько сразу помчал до села, куда приехал Иван. Зайшел в его кабинет и мало не зумлів від побаченого. И что вы там увидели, что вас шокировало? Ну, то была кровь. То была кровь. Весь кабинет был кровью. Перед тем, что кровь была в вестибюле. Плюс до того, весь туалет, в туалете тоже было кровью. То получается, туалет, вестибюль и кабинет був весь залитый кровью. Ковьер был полностью кровью. А на стенах была кровь? На стене было коло дверей, коло выключателя. Так, вы ведь когда ехали на место смерти сына, вы взяли с собой фотоаппарат, чтобы сфотографировать все, что, значит, связано с возможными уликами по поводу убийства вашего сына. Это вот в кабинете, вот тот самый ковер. Вот тот ковер, чтобы вы видите, что... О, Боже. Вот на стене. Ага, вот на стене, это в кабинете тоже. Так. А это лезвие? Так. Вы считаете, что это было убийство? Это 100% убийство. А чем убили вашего сына? Ну, предметом злочину в криминальной справе есть кухонный ниш, лезвие и ножницы. Простите за такой вопрос, но нам очень важно это знать. А как убивали вашего сына? Какие были на его теле порезы, удары, следы от ударов? Ну, на руках, от кисти до локотов были порезаны одна и другая рука, порезана шия. Чем порезаны? Ну, точно выяснить не можно, то мало определить. Прямо и сплассованы вот так? Так, вот так и сплассованы. Та и та рука. Это как будто вены резали, что ли? Ну, получается, что так. Борода, разрезы бороды, шии и был порезанный пах. Значит, а вы же, когда приехали, вы видели дверь кабинета? Так, я бачил двери кабинета. Можно было сказать, что их вскрывали, туда вломились? Ну, зломы дверей я не бачил. Так. Так, как говорит милиция, что выламывали двери, плюс, во-первых, невидимо, как, потому что перед тем, как милиция приехала, побачил глава селерады. Свердить, что они были закрыты на ключ, такого не можно. Значит, в любом случае, мы будем еще сейчас разбираться в этом во всем, но уже понятно, что вся эта трагедия, эта гибель молодого врача, смерть молодого врача, загадочная смерть, похожа на какой-то фильм ужасов. Тело молодого парня нашли жестоко изрезанным, весь пол, где-то стены были испачканы кровью. Возле тела лежали испачканные кровью лезвия, нож, среди орудия убийства были еще и ножницы. Отец молодого врача уверяет, что все-таки это было убийство. С сыном жестоко расправились. Но что скажет Панзиновий, когда в эту студию выйдет наш следующий герой? Я хочу пригласить сейчас того, кто увидел первым изуродованное тело молодого врача. Встречайте, пожалуйста, к самого главного человека в тех местах, сельского главу Владимира. Добрый вечер. Вы первым обнаружили тело молодого врача? Ну, утверждать искренне, что я первым не могу. Я просто могу сказать то, что мне, как в сельском голове, подзвонили в лекарь, сказали, что немедленно приезжай сюда, у нас случился несчастный случай. И что вы увидели, когда приехали? Когда я приехал туда, что случилось? Стояла толпа этих всех врачей, в этот коллектив, и сказал, что что-то случилось, а он не открывает нам ни двери, ни чего. То есть дверь была закрыта? Да. Внимание на экран, друзья. Цего дня сельский голова мав познайомиться с новым педіатром. Та когда приехал до лекарни, побачив, что происходит что-то дивное. Двери зачинены, а под лекарной купа людей. Что с ним подзвонили? Что вы смотрите? Давайте будем выбирать векна, выбирать деревья, а может, он живет, он спасает. У кабинеті лежало тело Ивана. Побачивши, его сельский голова сразу же понимал, кто убирается. И так двери были закрыты после того, как эти двери открыли. Вы их открывали? Нет. Когда я пришел туда, первое, куда можно было проникнуть и помогать человеку, я решил, что можно через векно. Так. То есть я выскочил на подоконник и думаю, буду выбирать векно. Но как я глянул туда, побачив эту жуткую картину, человек голый, вся в крови. Он голый был? Да. Он был полностью голый. То есть он был без одежды вообще? Без одежды полностью. От одежды была раскидана по всей комнате. Я говорю, что люди ничего не обнимают, ничего не вызывают милицию. Ихай занимается милицией, потому что нам тут не надо делать ничего. Когда приехала милиция, наш шофер скорой брал монтировку, открыв. Первые двери мы взломали. Вторые двери мы взломали. В другом мы взлетели в окно. Третий эти двери взломали. Ну, первые заходили в милицию. Я даже посмотрел эту жуткую картину. Тем более, как мы заходили, кровь была и... Ну, небольшие капки крови и в коридоре от мивальника до кабинета. Подождите-ка, но пан Зиновий, отец погибшего врача, утверждает, что все-таки это было убийство. Но как же тогда это может быть убийство, если двери были закрыты? По логике, по логике, если вы, то есть, когда я прибег и взгляну в окно, окно было закрыто. То есть, ну, и сейчас его поменяли. Если бы это окно кто-то открывал, оно бы уже не закрылось. Двери были закрыты, ключ изнутри. Моя думка, что это нереально, чтобы кто-то туда мог проникнуть. Но получается, что он сделал это сам? Ну, иначе... Ну, моя... Я не следователь, и я не Бог, чтобы утверждать. Но моя думка особистая про то, что это, конечно, он должен был... Ну, вы представьте себе, когда мы открыли двери, зашли туда, около него, около так, около головы лежали вниз, и в руках была литвия. Подождите, но все, что вы сейчас говорите, в принципе, свидетельствует о том, что вы уверены, что это самоубийство. Вы не можете предполагать. Моя особистая думка, да. Это самоубийство. А почему он мог совершить самоубийство, этот доктор? Ну, слушайте, людина приехала, была в этом коллективе всего несколько дней. Так. Четыре дня. Три дня его охраняла мама. То есть... Как понять, охраняла? Три дня с ним постоянно была его мама, да. Там они там ходили, не знаю, чего она его там, чего. Так. Всего на все, мама уехала, он один из суток провел самостоятельно. Итак, друзья, мы узнали, что молодого педиатра, возможно, никто не убивал. Он совершил самоубийство. Во всяком случае, так считает сельский глава, который приехал к нам сюда, в студию, и который одним из первых приехал тогда в больницу. То, что увидел глава сельсовета, вызвало действительно шок. Помимо того, что весь кабинет был залит кровью, и стены там были измазаны кровью, сам врач лежал абсолютно голый и перерезанный весь. Его кабинет был закрыт изнутри. Кроме того, были закрыты окна также изнутри. Если это действительно самоубийство, то почему этот молодой медик выбрал такой изощреннейший способ сведения счетов с жизнью? Как бы цинично, простите, это не звучало. Ну, вот смотрите, новые обстоятельства открываются. Значит, в руке этот врач держал лезвие. В який? Так лежал вот так на цепи. Да, в правой. В правой? Да. В правой. Вы верите, что все-таки ваш сын мог себя убить? Ну, то, что я не верю, то все я стопроцентно. Ну, я хочу задать итог. Так. По фото таблицях, которые есть в главной справке, действительно лежит бля тела ниш. Та, как сверстает голова, что бачил лезвие, который зашел и посмотрел на тело, лезвие не можно было... Глава, если ты сказал даже, что лезвие были в руке, в правой. Так, не можно было побачить, потому что он лежал на левом боке, и рука правая была под телом. Под телом. То есть вот он так лежал? Так. Вот такой лежал, и под телом рука была. Побачите сразу, что там есть. Простите, пожалуйста, так вы все-таки видели лезвие? Лезвие, я видел. Видели? Да. И это лезвие было в правой руке. Ну, давайте уже так и контрактально. Но то, что, когда уже его там заскочили цели, действительно там... Ну, вы понимаете, тот момент, когда так все побачите, оно даже вот так вот вспоминается. Я даже конкретно не могу, как. Это был шок, это было что-то третийное. Это был момент, который не так очень прямо на восприятие. Значит, Зиновий, значит, все двери были закрыты. Причем дверь была закрыта изнутри, а окна были также заперты изнутри. То как убийца тогда мог попасть к сыну вашему? Викна в фототаблицах уголовной справы закрыты. У меня есть фотография, которую я сделал 6-го числа. Будь ласка. Что мы видим? Приведкрыто. В уголовной справе викна все закрыты. Ну, подождите, мы вот видим, подождите, это когда вы приехали уже? 6-го числа, за сутку, после того, сутка пришла. Ну, так сутки же прошли. Там уже, наверное, начали наводить порядок какой-то. Нет. Нет? Все так и было? Сказали, сказали, старшим мастерством, как мы пришли, что никто не заходил, после того, как в милиции открылся, никто не приходил. Вот на этой фотографии, на самом деле, смотрите, открыты только передние фрамуги, мы не видим задние, которые выходили на улицу. Может, они были закрыты? В милиции есть закрытые векна. Если оно было открыто, то значит, кто приходил? Коридор мыли, но сказали, и никаких порядков, никаких порядков в кабинете не наводили. Значит, давайте так, нашей съемочной команде удалось снять то самое место, где нашли тело Ивана. Давайте посмотрим, мог ли действительно убийцы, если он был, выбраться из окон? Будьте добры, дайте нам это видео. Это кабинет, да. Это двери у вас. Галя, это же ведь вы там были. Да, двери, это двери, как открывали следы, когда приехали на место подеи. Двери были стоя в ключе в дверях, так, как и описывают все, голова и пан Зиновий. Вот такая картина, вот так выглядят двери. Видите, сбоку, действительно, их поддевали монтировкой. Так, Галя, значит, с дверями понятно. Значит, окна, вот окна. Окна, это мы видим уже новые векна. Это, власне, на момент, когда мы приехали, уже был ремонт. То есть окна уже поменяли? Окна поменяли. А почему так быстро поменяли окна? Потому что на старых окнах были следы преступления. Окна поменяли не на второй день, не на третий день, и не на пятый день. Но следствие еще не было завершено? Были следователи, которые снимали отпечатки, которые снимали. Были следователи Старокстына, потом приезжали следователи Смельницкого. А потом просто уже сказали, что мы все знали, все запечатлили. Пожалуйста, працуйте, делайте, что хотите. Ну, в любом случае, это подозрительно. Ну, давайте, давайте снимем подозрение, либо подтвердим. Пане Зиновий, скажите, пожалуйста, по огляду места подий, что зазначено с этими векнами? Там снимались какие-то отбитки пальцев, или нет? Там были следы крови, или нет? По отбитках пальцев в протоколе огляду подий совсем ничего не сказано. Просто зазначено, что... Ну, нет, по отбитках пальцев, нет ничего в протоколе огляду места подий. Ну, это как раз, это есть ошибка уже следствия, которая не спрацювала на месте. Нет, подождите, значит, ничего не нашли, может быть, потому что ничего не нашли, что окна поменяли? А если бы шукали что-то на векнах, то мы бы побачили следы от маркера экспертного. То есть маркер, он коричневого кольора, або такого буро, и он митится. Но то, что мы даже побачили по тим дверям, то мы бы побачили просто сломані двери, а жодного маркера на них нет. Немае. Під час огляду места подий, от ви знайомилися с этим протоколом, там есть отбитки пальцев, снятые с дверей? Немае. Пане голову, у меня до вас запитание. Пане Зиновею, вы не подумайте, я с усвоей повагой и шаной до вашего горя. Мне эта ситуация напоминает анекдот, что покинчив жизнь самогубством, впав на нишу так 17 разів. Понимаете? Из трех предметов достатньо одного, чтобы покинчити собою. Навіть, если человек себя ненавидит, можно взять ножи и себе отрезать, что угодно, потикать где угодно, або взять ножа и порезать себе где угодно. Действительно, навещо три предмета. Мне все-таки кажется, что это кто-то мстился. Подождите, Лена, простите, но если это было убийство, то почему тогда следы крови не только? В кабинете, а еще в коридоре и в туалете. Можливо, вбився, просто смывав себе кровь. И потом, если убився... А потом, значит, запер изнутри дверь, прошел через стенку и ушел. А мне кажется, что вся справа в векнах, потому что так швиденько прибрали векна. Так швиденько. Мне сейчас хотелось бы попросить режиссера вывести на экран последние минуты жизни Ивана. Так называемый вообще маршрут его смерти. Будьте добры. Вот это коридор перед кабинетом. Здесь была полная милиция, прокуратура. Звернули увагу на то, что вот тут у нас находится туалет и умывальник. И вот тут были такие капли крови. Когда мы открыли там, на умывальнику, то же были просто капли крови. Больше ничего. Галь, значит, вот последний маршрут Ивана. Да, я не следую, я всего-навсего журналіст. Однако моя думка, что Иван, все происходило спочатку, опитавши свидетельств, людей, происходило в следующем случае. Скажите за все, Иван резал себе вены поперек. Спочатку. Дальше Иван... То есть сам себе резал? Сам себе резал. Дальше Иван. Дальше Иван ишов до туалета. Там, где есть умывальник. В умывальнику воды не было. В той день в амбулатории не было воды. Дальше Иван повертается до кабинета. И что происходит в кабинете, ну, это уже мы можем... Значит, я должен здесь сказать, вернее, мы с тобой должны сказать нашим зрителям и экспертам, которые здесь в студии, что ты это все восстановила с помощью следствия, следователей. Следствия, да. С показов следствия. Я спілкувалась с следством. Я была на месте подвижения. Итак, друзья, загадка жуткой смерти детского врача. Вот тема нашей сегодняшней программы. Итак, кровавая смерть молодого медика стала загадкой для всех, кто его знал. Отец погибшего Ивана уверен, что все-таки это была расправа, это было убийство. Сельский глава уверяет, что нет. На самом деле, видимо, это было самоубийство. И сельский глава в этом абсолютно уверен. Вы не можете предполагать. Моя особистая думка, да. Это самоубийство. Но может ли человек сам с такой жестокостью изуродовать собственное тело? Анна. Я хочу сказать, что здесь, очевидно, был не один убийца. Здесь было как минимум два человека. То есть вы опять настаиваете, что это было убийство? Да, я объясню, почему. О том, что это убийство, и о том, что это было минимум два человека. Говорит о том, что, говорит, следующие факты, говорят. Значит, молодого крепкого мужчину сложно убить самостоятельно. Его тогда надо или связать, и резать. Потому что после нанесения одного ранения, инстинктивно человек начинает защищаться. Соответственно, человек второй не может и держать, и резать. Значит, кто-то помогал это делать. Кто-то помогал выходить этим преступникам. Или через окно, или через дверь. То, что там был вставлен ключ с обратной стороны, это еще ни о чем не говорит. Ключ может быть вставлен наполовину, а не до той степени, которая мешает закрыть его с другой стороны. И поэтому милиция точно знает, кто это. И если это маленький городок или село, там обязательно знают, кто убийца. И здесь, я думаю, тоже все знают. Ну, понимаете, в чем дело? Давайте все-таки вспомним, что это был врач. И даже несмотря на то, что это был молодой врач, может быть, и даже смотря на то, что это был молодой врач, который проходил судебно-медицинскую экспертизу, да, как предмет. И понимал, как надо закончить жизнь самоубийством. Я, как врач, я, как врач, не представляю, как бы я порезал себе вены, потому что я точно знаю, как нужно правильно перерезать вену лезвием для того, чтобы покончить жизнь самоубийством. То есть вы тоже, Сергей, то есть вы тоже настаиваете, что это было убийство? Я считаю, что убийство. Второй вопрос. Ладно, я попробовал себе перерезать вены, но я точно знаю, где надо себе перерезать горло. И как себе отрезать яйца, простите меня, пожалуйста. Поэтому версия самоубийства вот в данном контексте врача, врача она не рассматривает. Да, Наталья. Я просто хочу сказать, что вот мы все сейчас говорим о том, что это было нерациональное действие, но при суициде аффективном, при вот этом эмоциональном взрыве, как раз характерно, что человек совершает нерациональное, то есть у него спутанное сознание. То есть в таком состоянии он может действительно и порезать себе вены, и сходить в туалет, и, значит, и порезать подбородок себе, и ударить в парк. Характерный момент. Он не чувствует боли и страха в этом состоянии, поэтому он может, как бы выпучив глаза, пытаться делать и довести дело. Наша следующая героиня категорически, собственно, не верит в версию самоубийства, потому что у нее, вроде как, есть доказательства того, что Ивана перед смертью пытали. Встречайте, пожалуйста, Ирину. Ой, осторожнее. Ой, люди добрые, допоможите, допоможите, чтобы мы правду в этой справе установили. Мою дитину, я впевнена, глубоко впевнена, я в этом уверена, была медичная наркомафия. Те люди, которые должны быть в виду гуманности, они зверь, они по-звірячему. Моя дитина катували мою дитину и домогалися у него згоди на співпрацю с наркомафией. Вот, посмотрите, пожалуйста, посмотрите, 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 посмотрите. А пока вы обратите внимание на экран, друзья. Садитесь, пожалуйста. Ирина досе береже все вещи, которые нашли в Ивана в кабинете. Закривавленную компьютерную мишку, штани и записник. Это начало. Вы можете видеть все в середине, все в крови и в крови. Единый сын был для нее сенсом жизни. Она всегда мечтала видеть его известным лекарем. Он всегда был наиболее. Всего в школе был наиболее лучше. Но даже не могла, что ее сына убьют. Убьют люди в билих халатах. Почему вы все-таки думаете, что убийцы могут быть среди новых коллег Ивана? Вы понимаете? Почему? Потому что вы видите, у него порезы на руках, ногах, шеи. Это не просто такие стихийные, случайные. Вы понимаете? А его по воле ризали и муками его насолоджували. Вы понимаете? И домогалися от него, чтобы он погодил всем співпрацювать над медицейской наркомафией. А что за медицейская наркомафия? Когда я вернулась из Хмельницка домой, до меня подсела женщина, подозрила попутница. Роки 50-60 лет. Интелігента. Замужно одягнута. И вот она сказала, что в каждой галузе, как и в медицине, есть своя мафия. И если моя дитина не вступит в эту медицину наркомафию, то он не сможет ничего досягнуть. Потому что финансы будь-кому не выделяют. Вот если он вступит в эту медицину наркомафию, то они обеспечивают ему швидкий гардонарный зритель. А что значит наркомафия? Вы называете врачей наркомафией? А почему наркомафия это врачей не понимают? Она объяснила мне, что основной доход этой медической мафии – это формация наркотики и психотропные леки и формация. То есть вы хотите сказать, что ваш сын пришел на новое место работы, не согласился продавать наркотики, и его за это убили его коллеги. Вы знаете, оскільки там... Так получается. И оскільки там много таких випадков, смертей аналогичного типу, то я думаю, что... Какого типа аналогичного? Что так само много детей, так само закатывали, как и моего Иванка. Минуточку, там режут детей, людей? Там что-то 9 или 10 смертей такого типа. Владимир. Так, минуточку. Так, подождите, а что это у вас там такое происходит? То есть с десяток людей уже так зарезали? Вы знаете об этом? Я працюю в данном хозяйстве с 77-го року. Значит, такой случай был действительно в райках, следующий, там далеко в цели в райках, что троеридный брат... То есть не подтверждаете? Да, был такой случай в райках, что человек задушил свою троеридную... То есть за последнее время 10 человек в вашем теле не зарезали? Нет, я вам объясняю. То есть Ирина врет сейчас? Сто процент. Так, а вот это Лариса, которая бывшая жительница села. Сидите, я к вам подсяду, садитесь. Почему вы кричите отсюда, что Павел Владимир врет? Так, в Старко-Сятиневском районе только три убийства неразкрытых, которые подозруются сама милиция. Раз. Я считаю, что криет милицию, прокуроров, криет всю больницу, всю больницу, потому что сам туда не входит. Почему? Откуда у вас такие доказательства? Павел Владимир, наверное, влез в их коррупционную схему. А что за коррупционная схема? А коррупционная схема, скажу. Первое убийство, которое они сделали, и представили моего десантника, племянника только за то, что он безбатченко. А подозрували 26 человек. И не было кого защитить. Матерь сделали инвалидом второй группы. Шизофренечка. Они это у нас так делают. Брат пішел в армию молодший, вернули инвалидом второй группы. А Сашу подставили под беспопадюту Руслани. Чтобы пусть нам заявок не давали писать. Извините, пожалуйста, все эти убийства, преступления причастны к этой коррупционной схеме наркотической. Я утверждаю, что это сделали наркомафии. Милиция, милиция, прокуроры и врачи, наркомафия. Говорят, вот наркомафия и все в этой наркомафии, врачи, у вас там и милиция и прокуроры. Я хочу сказать, что понимаете, у меня в селе 1200 человек населения, и это село, нас, я заверяю, никаких наркоманов нет. То есть наркоманов утверждать нет. Все обвинения вы отрицаете. Это я тысячу процентов даю гарантию. Значит, отрицает все пан Владимир это. Покажите, пожалуйста, фотографию. Ось, будь ласка. Значит, а что это за удары, что за ушибы это? О, и они, вы понимаете, в протоколах не фиксуют. То есть, подождите, в протоколах следствия, как сказал ваш супруг, нет следов, снятых на двери, на окне, и еще нет, собственно, вот этих ушибов. Да, что голова Цинкова не было сбита. Вы понимаете? Откуда эти ушибы вообще? Вы понимаете? Ось, видите, какие страшные. Вы видите, оку, хоть запало. Вот так были его страшные жакеты. Пане Голово, я вам, знаете, вы можете працювать и с 77-го, и с 69-го. Потому что есть вещи, которые просто мы видим. Знаете, можно что-то верить, можно что-то не верить. И я сейчас вижу такой, извините, беспредел. Побита дитина. Действительно, побита дитина, а потом ризана. Хорошо. А что вы решили, что Остропольская мафия, человек, где до этого 25 лет было человеком, который работал в Хмельницком, где-то учился, сейчас спілкувался. Почему не вырабатывать другие лесники? Ну, выли же у вас. Да. А почему, как говорят, 20 лет, 20 лет вы не чипали те векна? Вам привезли новые векна? Ну, вы что, не могли месяц поддерживать, пока следствие не пройдет? Есть следственные органы, которые давали дозвью и вставляли в я векна, а не вставлял. Ну, послушайте, Павел Владимир, в этих следственных документах, еще раз повторяю, нет отпечатков пальцев на двери, нет отпечатков пальцев на окне, окно при этом быстренько сняли, поменяли. Ну, вы чего? Ну, о каком, на самом деле, объективном расследовании может идти речь, когда все так нелепо и белыми нитками? Ну, Павел Владимир. А вы еще и посмехаете, это все наиболее. Я вам еще раз повторяю, если вы меня сейчас не слышали, вы сказали, все окно меняли после того, как было завершено расследование. А расследование было проведено на двойку, даже на кол, потому что не было, еще раз повторяю, снято даже отпечатков пальцев ни на двери, ни на окнах. Что это же расследование? Это не расследование, а Филькина грамота. Это говорит Украина, друзья. Здесь, на телеканале Украина. Итак, вот новые доказательства в этой детективной истории. Истории смерти молодого детского врача. Только что буквально в студию вышла мама погибшего медика, молодого медика. И она утверждает, что действительно это никак не было самоубийством. Это самое настоящее убийство. И, значит, Ирина приводит свои доводы. Она подозревает даже в причастности к убийству врачей, заявляя о наркомафии, которая там в округе действует уже долгие годы. Послушайте, но что это все-таки за ушибы на теле у Ивана? И мог ли он все-таки сам нанести эти ушибы? Анна. Нет, он не мог сам себе нанести эти ушибы. Но в состоянии шока. Человек не может в состоянии шока падать в одну и в другую сторону. Более того, я вам скажу, что если человек поканчивает жизнь самоубийством и наносит себе одно ранение, один порез, он уже не в состоянии нанести все остальные. Нет, нет, в состоянии вот в этом аффекте, в состоянии аффекта человек может, потому что он не чувствует страха и не чувствует боли. Какое-то время он может... Они бы были другие абсолютно. Я хочу спросить, тогда скажите, вот объясните мне, человек поступил на работу, три дня прошло, и прям в три дня мафия решила с ним так вопрос, что не подождала, прям неделю, как бы не поуговаривала его, прям сразу же взял... Слушай, а когда мафия уговаривает, я вас умоляю? Нет, Алексей, понимаете, то, что... Такое быстрое решение вопроса. То, что это групповое убийство, скорее всего, что да, это не самоубийство. Но то, что оно не связано с врачами и с мафией, это однозначно. Мальчик после мединститута три дня проработал. Он не имеет доступа к специальным лекарствам. Я думаю, что это убийство возникло на какой-то личностной почве. Ну, три дня, человек три дня, какая личностная? Может быть, он встречался, начал встречаться с какой-то девочкой, у нее были какие-то ребята и так далее. И давайте еще один момент. Значит, врач три дня работает, ходит голый, с бритвой, закрывает двери, открывает двери. Но кто-то в это верит. Боже, бароны! Это все равно, что я бы по поликлинике сейчас по первому этажу ходил голый, с ножницами. Загадка жуткой смерти детского врача, тема нашей сегодняшней программы. Итак, мы пытаемся понять, почему погиб молодой доктор. Только что мы поняли, что, в принципе, с ним могли бы расправиться новые коллеги. Вроде как, потому что молодой врач отказался принимать участие в их коррупционных наркотических схемах. Действительно ли это правда? Значит, я вот сейчас хочу в зал, вот так, в зал. Сто процентов однозначно это только убийство. Сто процентов даю. Почему? Потому что улики все уничтожены. Это раз. Во-вторых, почему-то вдруг поменены окна, которые не менялись годами. Ну, или если не уничтожены, то не собраны улики. Да, слишком много совпадений, очень много убийств именно на этом месте, именно в этой местности. Это три. Значит, почему не была сразу вызвана милиция? Почему приехали вы? Это четыре. Значит, складывается впечатление такое однозначное, что этот молодой человек был свидетелем какой-то неоднозначной ситуации, и от него просто избавились, как от небаженного свитка. Но, слушайте, неужели вот так все действительно понятно, и можно исключить версию самоубийства Наталья? Ну, я не знаю, для меня, меня смущает тот факт, что есть, ну, как бы много свидетельств. У нас есть мама, которая как раз эти три дня была там с ним. То есть могла бы какое-то влияние других людей на него, как бы, ну, почувствовать, увидеть, заметить. Это один момент. Второй момент, я действительно правда знаю, что при вот таком аффективном суициде, то есть под влиянием эмоциональным, но это не означает, что человек не был готов к этому, то есть это как последняя капля. Для этого необходимо специальное состояние, либо химическое какое-то состояние, вполне возможно, которое усиливает, как бы, вот такую возможность. Но при таком аффективном суициде происходит все достаточно быстро, то есть человек мгновенно принимает решение, он будет это делать, пока не сделает, то не чувствует ни боли, ни страха, вот такая... Это говорит Украина здесь, на телеканале Украина. Сегодня, друзья, мы пытаемся выяснить, кто же все-таки организовал жестокую расправу над врачом, или это было действительно самоубийство. Далее вы будете шокированы, узнав то, какую тайну скрывает семья погибшего. И вы узнаете, о чем он написал в своем дневнике, прямо перед смертью. Иван Лешко, встречайте, пожалуйста, Оксану. Прошу вас. Значит, Иван успел отработать только три дня, после чего его тело нашли в кабинете. Голое, и все в крови, и изрезанное. Каким он пришел на работу устраиваться? Коллеги мне рассказали, что он был замкнутый. Замкнутый? Так, он не спілкувался ни с кем. Все люди разные, по большому счету. Ну, я понимаю, что разные. Потом, ведь человек пришел в новый коллектив, у любого человека, конечно, немножко такая вот замкнутая. А что еще? Ну, что я еще могу сказать? То, что он пришел сразу туда, в амбулаторию, забирал все ключи, сказали. Это так, что говорили мне коллеги. Все ключи забирал. И лекар, у нас там працюет лекар-терапевт, вона уже пенсийного века, но она, каже, вона трошки была, как возмущалась, что он забрал все ключи, потому что она саме раньше приходит. Но он сказал, что я там буду проживать, и я буду открывать сам амбулаторию. Ключи, которые были, он подбирал. Он сказал, что ни в кого не должно быть ключевым, ни в чем я буду выдавать и открывать. А внимание на экран теперь, друзья. Понад рік у цей амбулаторії не было педіатра. И когда до них нарешті направили молодого випускника, все заткнулись с полегшением. Настолько были все задоволены, что до нас пришел лекарь. Новый лекар не очень шел на контакт с коллегами. Он практически ни с кем не спелкувался. В амбулаторії Иван пропрацювал лишь несколько дней. Проте его коллегам этого достаточно, чтобы понять, что парень очень удивился. Почему его считали странным? Он что, выглядел как-то необычно? У него просто что? Я могу сказать так, когда я уже начал вертаться в медсестри, который вникает, что у него потея и сильно расширены тарачки. Как сказала бы мне медсестра? А почему вы говорите неправда? Так вот, что нам рассказали коллеги Иванова. Внимание на экран, друзья. У него были расширены дуже зянецы. Майже не было видно разрушки ока. Это такое, что было пометно дуже. И так погляд, и не подивился никуда. Значит, вот тоже говорят, подтверждают слова о том, что расширены зрачки. А что потом, может быть, говорится? Да, это было в наркотическом опьянении. Скажите, обследование тела ведь было приведено? Нашли-ка какие-то остатки там? Вы разумеете? Простите, одноразовый, одноразовый. Кто-то начинал. Висновок экспертов. Так. Вказано, что знайдено 0,35 промилле алкоголя. А что еще было обнаружено в крови? Потім был целый перечень разных наркотических речев, которых не было в крови, но не сказано, что знали. Вот такие висновки эксперта. Так подожди, так нашли какие-то остатки наркотиков? Что знали? А конкретно что? Зиновий, скажите, будь ласка. Так, а Галик, а что нашли? Амфетамины. Амфетамины? Конечно, нашли. Нашли. А от амфетаминов расширяются зрачки? Расширяются зрачки, да, конечно. Характерный призрак очень сильно расширяется. Подождите, а он что, употреблял вас наркотики? Не, но вы переверяли по экспертизе, переверяли внутренние органы. А родители могут и не знать об этом. Амфетаминовая зависимость одна из самых популярных сейчас среди молодежи. Подождите, а вы не проводили несколько экспертиз? Нет, вот еще милиция провела. Так, минуточку. Вот по этой, исходя... Галь, ты говоришь, исходя из какой экспертизы? Заключение судмедекса. Это официальная экспертиза. Это вызывает паранойю, депрессию и суицидальное состояние. Как же так получается, что, значит, по этой экспертизе нашли присутствие амфетамина, а паран Зиновий говорит, что не нашли. Это экспертиза, которую Зиновий нам дал. Где нашли? Где нашли? В тканынах, шклунку, тонкого кишкивника. А там уже в конце, больше нигде не нашли. То есть в нырках, в почках, в желудке, в мозгах и так далее ничего нет. И мы просто могли... Это что означает, да? Это означает, если уже в тонком кишечнике, это уже на выходе, да, то есть остаточная являетность. То есть он сам употреблял. Это он давно употреблял, значит? Это он мог за несколько дней. Вот то, что говорят коллеги, да, что были расширенные зрачки, когда он пришел. Тогда могу сказать, что амфетамин вызывает депрессивное состояние, усиливает психозы и усиливает суицидальные тенденции. Получается, что Иван, в принципе, мог принять за несколько дней до своей смерти амфетамин, спровоцировать депрессивное свое состояние. И, собственно, покончишься с самоубийством. Просто эта депрессия многократно усилена. То есть в действительности постамфетаминовые депрессии очень-очень сильные, непереносимые. Поэтому суициды случаются. Так значит, у Ивана были проблемы с психикой? С наркотиками? Нет, нет, с наркотиками. Вот его одноклассные недокрупники никогда не живут. Вы говорите, что нет. И традиции могут не знать, что вы там. Я не могу утверждать, но когда случился такой неприятный факт, мы просто и с врачами, я не могу это брать на такое. Типа, собственное расследование. Мы нашли одного из его друзей, который не хочет надвать себя. И сказал, что он своего часа лековался в птих больнице. Кто? Иван? Да. Иван лечился в птих больнице? Ну, я там не был святком. Так, минуточку, простите. Иван лечился в птих больнице? Лекарь не затримывался. Сколько лет? Такая небеза, прекрасная посада. Что сказать, что сталося из попарадной заведующей? Подождите, мы сейчас по поводу вашего Ивана рассказываем, выясняем. Все-таки очень хочется, чтобы вы были максимально откровенны. И если действительно какие-то очень неприятные моменты, то лучше, конечно, говорить об этом честно. Николих розладей у него психичных не было, никаких до психиатра. В общем, в последние до 10 лет, кроме стоматолога, уже никакого лекаря не совершался. То есть вы утверждаете, что Иван никогда не состоял на психиатрическом учете и нигде не лечился в этом смысле? Нет, нет, нет. А может, у него были депрессии какие-то? Нет, никогда, никогда не было. То есть он был веселым и жизнеразбедным? Ну, это, конечно. Так, давайте-ка я сейчас с другом Ивана поговорю. Он тоже к нам приехал в студию. Скажите мне, пожалуйста, каким был Иван? Действительно никаких депрессий у него не было? Нет, депрессий не было, но Иван был замкнутым человеком, как говорила медсестра. Ну, ему тяжело было идти вот так вот в общении на контакт. Очень возводил знакомство. Да, но он был очень умным, очень таким, он уже выучил вторую мову, он хотел был уже ехать за границу, очень строил много планов. Скажите, пожалуйста, а он действительно никогда не стоял на психиатрическом учете? Я за психиатрическую не могу сказать, но за то, что он не употреблял никакие наркотики и алкоголь, это точно. Это стверждает медсестра, как она, что в одно самое ему и подсыпала? Мне сейчас хотелось бы попросить режиссера вывести на экран несколько фотографий. Они жуткие, эти фотографии, они очень страшные. Поэтому прежде чем режиссер их выведет, я очень прошу отвести от экранов и детей, и вас отойти, если у вас слабые нервы. Давайте фотографии. Значит, вот смотрите, вот такие порезы. О чем говорит характер таких порезов? Вот это рваные, вот смотрите, вот только что были рваные раны. Ну, здесь просто, видимо, исследовали, да, правую руку, она вдоль порезана. Посмотрите, как они хирургически точные, параллельные. А вот здесь вот рваные. И снова же таки, здесь самое главное, я не вижу, не показывают фотографии пальцев. Если человек рваный, вот эти, это можно было сделать чем? Можно было сделать лезвием, которое якобы нашли. То есть пальцы должны быть, пальцы, руки и так далее должны быть порезаны. У него на ладошке раны. Смотрите, у него же ведь здесь на ладошках раны есть. Где я на долонях? Оглядали, и фотографии нема и нигде. Хочу в протоколе огляду записано, были порезы. Есть фотографии, нема и порезов. Мне больше, мне больше, мне больше бинтежить сами раны на голове, тем больше, что мы все чудово знаем, что один добрый удар в голову, и людина действительно падает, втрачает сведомость. А далее делай, что хочешь. Можешь резать, можешь валтовать, можешь даже отрезать по частине тяга. Вот, чистые руки. У него есть порез со стороны шеи. Каждый судебный медицинский эксперт абсолютно спокойно скажет, человек разрезал себе шею самостоятельно и ушел в конце вниз. Или разрезали шею сверху. Вот здесь самое интересное, что здесь снизу вверх. Судебно, если разрезали шею снизу вверх, значит это уже не самоубийство. Это говорит Украина, друзья, здесь на телеканале Украина. Итак, мы выяснили, что в последние дни жизни Иван вел себя довольно странно, как мы здесь услышали. Значит, у него были вроде как стеклянные глаза, расширенные зрачки, а в тканях нашли следы амфетамина. Значит, следователи склоняются к версии, что врач сам себя убил. Но почему? Что стало истинной причиной того, что Иван мог сам вскрыть себе вены, нанести такое несчетное количество ран, в том числе рваных, и еще несколько раз при этом удариться головой. Возможно ли все это? Оксана, расскажите, пожалуйста, нам, пожалуйста, о первых рабочих днях Ивана. С кем он приехал в село? Он приехал в село с мамой. Сколько вы там были, Ирина, вместе? Четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Четыре дня. Четыре дня. Значит, а в понедельник он вышел на работу, Иван, и в среду его уже не стало. Нет, в вторг его уже начали. Ирина, а почему вы поехали с Иваном? Вы всегда его сопровождали? Нет. Нет. В первые дни я поехала, чтобы помогать ему решить эти побутовые проблемы, повесить шторы, купить холодильник, купить килимогу, покрытие. Ну, допомогти побутовые вещи, побутовые проблемы решить. Потому что, оскільки он начинает свою работу, он не будет иметь часу, когда... Ведь он взрослый парень. Он сам не мог это сделать. Прошу? Ну, в первые дни, вы понимаете? Кроме того, он завез там вещи, нужно было все передавиться. Там побутовые мовы поганые. Вода только включается с утра, и вечер, вы понимаете? Скажите, пожалуйста, Панелина. И я буду спокойнее, побачу, в село, в каких условиях он работает. Скажите, Панелина, вы всегда старались помочь, но всегда решили его проблемы? Нет, он за часу навчания на интернатуре, я тоже только один раз поехала, побачила, все нормально, и больше никогда до него не приезжала. Он же ж дорослый, вы понимаете? Но получается все равно странно. Приехал, значит, на работу новый молодой врач, и четыре дня с ним живет мама. Ну, мы ждали, когда уже приедет заведующий, решится проблема с житлой. А вы хотели с заведующим познакомиться еще? Ну, естественно, хотела побачить заведующего, узнать, какие его отношения, вы понимаете? Что-то мне подсказывает, что на самом деле Ирина из разряда тех мам, которые действительно, вот, как курочки накрывают крылышками, и все же... Ну, я один, у меня один, я один, я был, вы знаете, я хотела быть уверена, что моя дитина в безопасности, и в него все гаразд. Олекса, Олекса, люди добрые. Дивите, чужие дети для людей ростут швидко. А давайте поговорим, а у меня тоже сын 25 лет, конечно, он может все делать сам, но я люблю эту дитину, она единая дитина, и я хочу, сколько у меня есть сил, не для него, а для себя, потому что я еще могу это сделать. И я буду ездить с ним, и я буду его влаштовывать, и следить, чтобы никто не образовывал. Вот это моя дитина. Что тут догадывается? Когда вы думаете о себе, о том, как занять себя, как реализовать свою любовь, не думайте о нем, потому что, ну, что я могу сказать, конечно, не осудить в любви, безусловно, но я могу сказать, что гиперопека, она создает, что в ребенке? Очень неуверенного в себе человека, то есть такой ребенок, буквально, в смысле, симбиотическая связь с матерью, то есть они вот прям созависимы. Дитина закинчила, Наташа, дитина закинчила. Нет, давайте мне закончить просто свою речь. Я хочу сказать, что здесь, когда вот вдруг говорил о своем обывании, он говорил о том, что Иван, ему было сложно общаться с людьми. Психология называется социофобия, то есть страх общаться с людьми, страх самопрезентации, все это неуверенность в себе. Откуда она формируется? Из гиперопеки мамы, ну, или родительской семьи. Бывают такие мамы, которые слова не дадут сказать. Так любят, что ты не можешь ей отказать. В буквальном смысле, ты не можешь ей сказать, нет, мама, не звони, потому что она обидится. Ее любовь так велика, что ты становишься рабом ее любви. И вот тогда, чтобы разорвать такие отношения, включаются наркотики, включаются сложные повреждающие. Итак, друзья, тема нашей программы сегодня загадка жуткой смерти детского врача. Самоубийство или все-таки расправа? Подивися, будь ласка, яка моя дитина пока готова, она была. Я утверждаю, что это сделали наркоматия. Милиция, прокуроры и врачи, наркоматия. Моя особенная думка, да. Это самоубийство. Голова сельрады, чему вы говорите неправду? Итак, сегодня в этой студии мы услышали две версии, что действительно могло быть убийство, и что это могло быть вполне все-таки самоубийство, потому что эту версию не исключает и следствие. Хотя бы, конечно, к следствию опять куча претензий. Я напомню, что ведь не были взяты отпечатки пальцев ни на двери, ни на окнах кабинета, где, собственно, обнаружили это голое, окровавленное тело молодого медика. В нашей студии есть человек, который расскажет, был ли склонен Ивана к суициду, и что он, собственно, написал в своем дневнике за несколько часов до своей смерти. Значит, у нас есть еще одна гостья, это психолог, которая до программы, естественно, пообщалась с родителями Ивана и сделала свой вывод об этой семье. Встречайте, пожалуйста. Яна, выходите, пожалуйста. Так, прошу вас. Значит, вы общались и с Ириной, и с Зиновьем. Какое у вас сложилось впечатление о родителях? Ну, безусловно, что я могу сказать? Безусловно, любили, безусловно, заботились, безусловно, очень много здесь чувств и очень много трагедии. Но я скажу так, что иногда, к сожалению, родители утрачивают вот эту грань, заботы и любви. То есть можно предположить, что такая любовь родителей и гиперопека могли стать причиной самоубийства Ивана? Я могу сказать так, что это могло стать предпосылкой того, что он перестал чувствовать границы. Границы свои, допустим, границы своей как личности, как человека. Это могло подорвать уверенность в себе. Это могло привести к тому, что он свои чувства скрывал. Потому что нужно было быть идеальным для мамы. И то, что в разъявителе любого человека могут быть разные ситуации. И обязательно есть конфликты какие-то, обязательно есть сложности, которые человек сталкивается. То есть этого всего он не показывал. То есть он это старался идеализировать, что всё в порядке, всё превосходно, всё на высшем уровне. Значит, в нашем распоряжении оказался ежедневник Ивана, в котором он записывал все свои дела, все свои мысли. Эта книга лежала у Ивана на столе. И даже в последний день своей жизни он сделал там свою запись. До программы с этим дневником работал Григорий Семчук, физиогномист, который вот здесь у нас сидит. Григорий, выходите, пожалуйста. Прошу вас. Значит, вы изучали почерк Ивана. Да. Так а что, какую запись Иван сделал в последний день своей жизни? А у него, получается, последние записи шли, знаете, своего рода ассоциативный ряд. Он, получается, писал ассоциации, причём, кстати, интересная штука, то есть, в основном писал ассоциации на букву «Р». Рамон, Рибка, Рабинович, Рубака, Рика, Райдуга, Рокет, Розетка. Вот тут у него набор этих слов. Можете ли нам рассказать, что вы выяснили? У вас был очень геяльный сын. В отношении он неординарный, особенный. И самая вот как раз эта штука сыграла с ним, по сути, злую роль. Он, считая себя уникальным, особенным, не видел, знаете, как от реальности, получается, отдачи, то, насколько должны его ценить. Это что вы имеете? Ну, по сути, он не признанный гений, если так по большому счёту разобраться. То есть, я полностью поддерживаюсь версией именно суицида, потому что он таким образом хотел показать миру, что мир потеряет, если он уйдёт. Кстати, он очень системный человек сам по себе. Я чётко поддерживаюсь версией, что он это всё спрогнозировал заранее. И вот эти все... Он прогнозировал свою смерть? Это всё было скрупулёзно прогнозировано. Состояние эффекта, то, что говорила Наташа, он дало ему толчок, дало ему энергию для того, чтобы это сделать. Об этом говорит Украина. Об этом сегодня не волнуйся. Спасибо, что вы слышите.